Опытный железнодорожник Сапара Ахмеджанов По 58-й статье пришлось даже покинуть родные края Отец это все видел, боялся, он переехал в Алмату, жил в Иссеке Когда уже комбинат строился, он опять вернулся, получил бронь, был металлургом И всю жизнь проработал на комбинате Он сам от 900 года, у него тоже награждение, у него медаль, ордена Говорить об Ахмеджане Сармантай-Улы его соотечественники, земляки, сыновья и дочери боялись десятилетиями После репрессии информации о нем почти не осталось По некоторым документам Ахмеджан Сармантай-Улы и вовсе не существовал Даже портрет детям пришлось собирать по кусочкам Для выполнения единственного экземпляра картины местный художник использовал фотографии детей Собрали фотографии детей Ахмеджана Внуков, всех отдали художнику И фотографию сделали, фотографию данного деда Видите, вот его фотографии, вот дети по фотографии детей сделали масляную краску, пока сделали портрет И смогу, по-моему, да, смогу Ахмеджан Сармантай-Улы, по рассказам Аксакалов, родился в 1860-е годы В нынешнем Актагайском районе С детства увлекался музыкой и играл на дамбре Его кюи в регионе стали известными в 1920-е годы Но с установлением Советского Союза жизнь виртуозного дамбреиста резко изменилась Он попал в черный список Авторитетная фигура – достаточный факт для преследования Его пытались отправить в тюрьму несколько раз, но он был слишком популярным дамбристом В 1928 году в дом Ахмеджана Сармантай-Улы прибыли пять сотрудников НКВД, чтобы арестовать Почувствовав беду, хозяин дома дал указание угощать гостей А сам взял в руки свой двуструнный инструмент и начал играть Под конец выступления дамбрист снял обувь и исполнил кюй пальцами ног Он играл так искусно, что гости забыли о своей цели и ушли в освояси Но в феврале 1929 года Ахмеджана Сармантай-Улы все же арестовали И расстреляли как врага народа Так-то я слышал временами, говорили, был богатым или там, донировал в дамбре Но отец не останавливался мне, не говорил об этом, потому что он боялся В тот момент дед неоправданный был, он боялся за меня Я в семье единственный парень, четыре девочки и я Он боялся из-за этого, поэтому, говорит, Балам, не думай, не надо, говорит, об этом вспоминать Отец в 1975 году скончался, похоронили У меня дед, бабушка, матерь и мать Матерь, его муж с дедом вместе забрали, вместе расстреляли его Вот мне бабушка начала рассказывать про это После этого я уже отца нет и начал искать Искать пришлось долго, а добиваться оправдания от статьи 58 почти 60 лет Расстрелянного врага народа оправдали в 1989 году Полковник КНБ принес нам именно документы, большая папка, там номера толщина где-то толстая Нам сказали, и положили между листьями бумагу белого Вот это имеете право открывать, другие не торгайте Ну мы достали, что надо, какие данные Мы записывали, а после сказали нам вот эти документы Об оправдании, когда оправдали это все КНБ, пока начал снимать, мы немного нарушили, стали истать Ну оказалось там очень много документов Именно вот Балхарский район Он был расстрелян за Кьюи 58 статья Это произведение было запрещено играть Известные дамбристы в том числе Имагауя Хамзин исполняли его в тайне ото всех Либо воспроизводили под другим названием Дамбристы сохранили произведение Ахмеджана Сармантайула И впервые без страха исполнили его в 1997 году Когда во Дворце культуры в честь композитора впервые устроили вечер Один из опытных музыкантов, объединяя варианты очевидцев, написал ноты Кьюи Вот этот Кьюи знают, но исполнять боятся Потому что их посадят Если кто-то передаст, они под другим названием играли На дамбре статья 58 вообще нигде нет За эти годы никто об этом не писал В 1999 году имя Ахмеджана Сармантайула вписали в карту города Вместо переулка вторая садовая Так совпало, что в первом доме этой небольшой улицы живут прямые потомки Расстрелянного по 58 статье В 2007 году в столице по поручению президента был создан памятник-комплекс В котором есть имя Балхашского дамбриста В день его открытия его 58 статья звучала под оркестром Такого почета к композитору нет даже в родном городе Как они нам дали улицу, и сюда это и кончилось Мы сами первые дома, последние дали номера Уже сейчас 17 лет прошло Улицу до сих пор кто-то знает Но большинство называют его садовой, вторая садовая У Ахмеджана Сармантайулы было 7 сыновей От них появились на свет больше 15 внуков Наш герой родился от третьего сына композитора Абелькасена Самому Сапару Ахмеджанову сегодня 69 лет С поддержкой активных балхашцев он добился оправдания имени своего деда В этой семье все помнят, что являются потомками одного из лучших сыновей казахской земли Продолжение следует...